Одно из лучших образовательных учреждений округа школа номер 19 принимает почетного гостя. Олегу Шахову продемонстрировали достижения и педагогического коллектива, и учеников. Спортивные награды здесь хранятся на специальных стендах. Ни с кадрами, ни с технологическим оборудованием проблем нет. Школа полностью укомплектована. Я был в 17-м лицее, где обратились с поддержкой, чтобы лучших учителей можно было отправлять на международные семинары. Я считаю, что это нужно. Да, у нас есть тоже такие. Да, готовьтесь, чтобы принимать международный опыт. Обязательно. Олег Шахов осмотрел кабинеты младших классов, химии, труда, актовые и спортивные залы. В последнем, к слову, буквально через сутки закончится масштабный ремонт. Тут педагогический коллектив, который я увидел, который очень заинтересован в том, чтобы у них были результаты во всем. И в спорте, и в точных науках, и в гуманитарных науках. Действительно добиваются таких результатов. Следующий объект – детский сад номер 11. Подковка. Здесь внимание Олега Шахова привлекло оформление прилегающей территории. Здесь, смотрю, лежит брусчатка. Проблемы с асфальтовым покрытием тоже нет? Нет. А удобно? Брусчатка? Удобно. Мне очень нравится. Да, но если за ней ухаживать, конечно, и не пускать машины грузовые сюда, вокруг детского сада. Недавно в дошкольном учреждении обновили фасад и кровлю. Внутри заменили линолеум на плитку. Олег Шахов посмотрел, в каких условиях воспитывают юных химчан. Музыкальный зал, игровые, пищеблок, бассейн, процедурный кабинет – все готово к началу учебного года. А в целом оборудование все есть? Да, все мы закупили, все оборудование все мы купили. Нам из РФО прислали целый список оборудований, которые мы должны приобрести. Мы все приобрели на сверхполном объеме, в наличии. За здоровье деток можно не волноваться? Спасибо большое. Также Олег Шахов побывал в 24-й школе и детском саду номер 23 микрорайона Ферсановка и проконтролировал ход ремонта в школе номер 22. Несмотря на то, что сроки окончания работ сдвигаются, старту учебного года это не помешает. Кроме того, он посетил котельную на улице Октябрьской. Сейчас здесь идет реконструкция. Два котла уже готовы. С запуском третьего есть сложности. Однако отставание от графика специалисты обещают ликвидировать в ближайшее время. Отставание идет в том, что труба, без которой не дают врезку в газовые сети, запаздывает. Из-за того, что она больших габаритов и достаточно трудно ее сюда доставить. Этот вопрос уже решен и сейчас будут наверстывать упущенные сроки. В целом подготовка к зиме в микрорайоне проходит без сбоев. С наступлением холодов, заверил Олег Шахов, жители Сходни без тепла не останутся.